Марафон Арктик Трофи проводится на протяжении уже почти четверти века. За это время соревнования получили статус одного из значимых мероприятий в автомотоспорте России. С каждым разом число желающих выйти на старт становится больше, а вот количество решившихся остается стабильным. В этом году на старт вышли 13 экипажей. Их ждет непростой маршрут, которому по сложности в нашей стране до сих пор нет равных. 400 километров от моря Белого до моря Баренцево. Броды, нагромождение камней, перевалы и торфянники. Арктик Трофи превращается из просто туризма. Некоторые смотрели на эту дисциплину как туристическую, но это сейчас реальный спорт. А спорт без борьбы не бывает. Это спорт в чистом виде, это же не просто покатушка. Поэтому трассы надо готовить таким образом, чтобы автомобили испытывали трудности, а они катались и отдыхали. Но наиболее сложным является второй этап, который будет завтра. По продолжительности, по болотам он наиболее экстремальный. Но остальные уступают ему, конечно, но незначительно. Гонка будет проходить в пять этапов и обещает быть жаркой. Соперники в этом году подобрались серьезные. В их числе победитель чемпионата России и обладатель Кубка России по трофи-рейду Александр Горьков. Это уже вторая попытка жителя Москвы выступить на заполярной трассе. Первое и не совсем удачное случилось в 2009 году. Сейчас, спустя шесть лет, Александр попробует взять реванш и занять заслуженное место победителя. Победить в соревнованиях всегда хочется. В общем, конечно, здесь красиво. Здесь очень приятная атмосфера на этом соревновании. Нам понравилось, запомнилось. И мы с 2009 года каждый год хотели вернуться сюда, проехать еще раз эту гонку. Потому что красиво, и потому что люди здесь приятные. Ну, до этого просто нам спортивный календарь не позволял. Там очень много соревнований накладывалось и не было, по сути, окна. А в этом году так карты сложились, что появилась возможность, и мы приехали. Марафон Арктик Трофи – захватывающее и непростое приключение. Настоящее испытание для сильных духом и уверенных в себе и своем автомобиле спортсменов. Ну, а кто пройдет проверку севером, станет известно совсем скоро. 9 сентября экстремалы финишируют в Мурманске. Продолжение следует...